Существенно подорожали яйца и существенно подорожала курятина. И никто не понимает почему. Вот вроде бы это все российского производства. Люто подорожали яйца и люто подорожала курятина. А знаете почему? Потому что существенно поднят престиж продукта. Дело в том, что в России организована партия, политическая партия, которая поставила своей задачей будить Россию. Можно сказать, что это партия петухов. И за счет этого действительно курятина должна стать дороже. Сейчас я должен в двух словах объяснить вот эти приключения политического вторсырья. Чтобы вы понимали из чего будет лепиться реальность ближайших 5 или 50 лет. Мы знаем, что организована новая партия, которая называется СРЗАПРАВДУ. Это справедливая Россия за правду. Миронова назначили председателем партии Прилепина. Важнейшие стратегические решения в партии будет принимать Миронов. То есть он сам будет решать, с какой скоростью ему бежать за пивом Прилепину и покупать кальмарчиков или сушки. Но вот в уставе, в закрытом уставе, в закрытой части устава прописано, что за пивом всегда бежит Миронов. Но зато на всех съездах и в партийных документах запрещено упоминание и употребление слова ВЫХУХОЛЬ. Все заинтересованные лица могут открыть интернет и посмотреть связь фамилии Миронов и ВЫХУХОЛЬ. Дело в том, что Миронов вляпался в какую-то непонятную зоофильскую историю с маленькой носатой ВЫХУХОЛЬЮ. И с тех пор его преследует это прозвище. Достаточно просто набрать, я слушателям скажу, если кто не проверял, это прям фокус такой. Набираешь Миронов и дальше прям ВЫХУХОЛЬ выскакивает сама. Да, да, более того. Вот эти ребята и Прилепин, и Миронов, они нашли друг друга, потому что они оба косплейщики. Прилепин косплеет такого донбасского ветерана. Хотя, в общем, все по этому поводу уже сказано, в том числе и даже донбасские уголовники его за своего не признают. А Миронов косплеет римского императора. Или хотя бы полководца. Полководца или императора. И даже на партийном сайте размещал свои фотографии в римских доспехах на фоне каких-то суровых античных развалин. Тоже можно, вот набираете в интернете. Миронов в римских доспехах. Вам выскакивает потрясающая картинка. Император ВЫХУХОЛЬ I. Он там, по-моему, в лорико-сегментат апрельский такой очень изящный. Там есть еще одна часть этого загадочного гарнитура по фамилии Семигин. Кого он косплеет, непонятно, но ясно, что, в общем, по доброй воле ни один человек в такую компанию бы не пошел. Там не хватает толстой, веселой мумии моего друга Александра Андреевича Проханова. Кстати, у него день рождения... А что вы сразу мумию-то? Ну, вот, ну, толстая мумия. Толстая, веселая мумия. Я хотел бы Александра Андреевича поздравить. Он действительно очень мил, он гремучий, он архаичен, как старый советский рукомойник с сосочком, найденный на чердаке. Александра Андреевича послезавтра день рождения, по-моему. Ну, все равно, лучше знаешь, вот лучше раньше, но не позже. Да лучше. Ему всегда требуются особые условия хранения, он пишет что-то невообразимо пафосное. Но с учетом того, что вот в льме он всегда был загадкой. Человек это все-таки человек, что такое человек? Человек это то, что он знает. И, соответственно, любое новое знание, любое новое ощущение вносит поправку в его мироощущение и мировоззрение. Вот у меня ощущение, что с 70-го года Александр Андреевич не узнал ничего вообще, что он как жук в янтаре, когда-то застывший. Оттуда он из этого позднего советского палеозоя все время посылает какую-то добрую улыбочку. И, тем не менее, мы его поздравляем. Он мил.